Мне хочется, чтобы вот эту историю мою, личную, во свете Библии, я мучаюсь, я не знаю, что делать. Я пенсионерка, но казалось бы, мне вот сейчас вот я свободная, дочь у меня, внук, живут в Краснодаре, а у меня жизни нету. Она как позвонит мне, не спать, не есть, не могу, вот хоть бери билет и беги, едь туда. В каком смысле? У нее зять мой на пенсии, и он, короче, в милиции работал, майор был, майор. Вот, и сейчас вот лег на диван, либо лежит, либо пьет, матерится по-черному, уничтожает морально мою дочь. А ребенка не было 10 лет, 10 лет не было ребенка. И мы как бы, я дерзновение такое вымолили. Через 10 лет у нас появился внук, ему сейчас 5 лет. Мы все имение источили, вот он какой-то родился не такой. То есть, вы знаете, вот как вот по Библии я так вот читаю, понимаю, что вот так вот мы все аптеки вскупили, что врачи не скажут, всех врачей оплатили, диагноза нет, а ребенок какой-то не такой, очень тяжело было. Но сейчас выясняем мы, по всем, по всем симптомам у него аутизм, аутизм. Болезнь это не лечится, мы это поняли. Я как вроде бы, вот эти почему, вот у меня 5 лет, почему, почему, у меня они отпали резко. Это все понятно. Я как вроде бы и даже успокоилась. А теперь вот тревога. Мама, мне нужна помощь твоя, мне дочь говорит, потому что я с храма прихожу, маты эти, я не могу их уже слышать, я уже другой человек. У меня ребенок, мне силы надо на ребенка, потому что его надо как-то ассоциировать, потому что он в социуме как-то должен же жить. Он до сих пор в памперсе ходит. Он на 2 года развития, отстает от развития, ему 5 лет. Вот. И вот вроде бы как батюшки не благословляют разводиться. И по Библии-то я понимаю, что, Наташа, если ты разводишься, я так, я выписывала это все, я понимаю, что тебе вообще замуж даже думать об этом нельзя, если ты разводишься. Ну, а он деньги ей вообще ни копейки не дает, вообще он пропивает всю пенсию, всю пенсию. А я высылаю ей деньги, потому что, ну, и лекарства ребенку надо покупать. Он на трансквилизаторах, трансквилизаторы ему выписали. Вот наркоманам какие дают таблетки, как-то название я не помню. Ну, не суть в этом, но он спокойнее немножечко, этот ребенок. Ребенок такой хороший, все. Ну, вот такое мы обнаружили. А сейчас нужно, чтобы инвалидность ему дали, это же доказать врачам надо. А они неохотно идут. Понимаете, это очень трудно. Это вот мир так устроен, я это понимаю все прекрасно. Мне нужна ей помощь. И вот что я думаю, квартиру продать, поехать. Так как она сюда приехать не может, ребенку не климат. Она 4 месяца здесь жила, вот недавно. Он болел и болел, и болел, и болел. Вот у него иммунитет же ослабленный, ни прививок, ничего у него нет. И вот я хочу совет у вас спросить, во свете Библии, что мне делать? Мне ехать можно туда или нет? Не ехать. Не ехать, да? Береги квартиру. Это вопрос даже не поднимай никогда. Вопросов несколько я спрошу. Когда они женились, по вашему благословению? Игнатий Тихонович, по грехам. Я все прекрасно понимаю, вот эта ситуация, время собирать камни. Я это все осознаю. И это я виновата. Я ее не воспитывала так, как нужно. К вере она пришла первая. Я уже потом. Понимаете, хотя я всегда знала, что Господь Бог, есть все. Я обращалась к Богу. У меня много было даже вот, как бы, ну, рассказы, это долго не буду рассказывать. Но были такие случаи, прямо вот, ну, Бог. Ну, не надо рассказывать, это лично. Я буду задать. Вы коротко только отвечайте. Хорошо. Взять сколько лет? Сорок два. Сорок два. Ну, когда она познакомилась с ним, она знала, что он выпивоха? Ты язык только не высовывай изо рта никогда. Дальше в губ, чтобы не выходил язык. Хорошо. Она думала, что вот с теми женами он не ужился, так было плохо, а вот я, как бы, вот со мной будет по-другому. Вот так вот. Так, вы просили о том, что живу 10 лет, нет ребенка, и вы хотели и просили, дай, Господи, ребенка. Не просили, а требовали. Это главные вопросы. Поэтому, дальше, если бы они были рядом, я бы ему сказал, без его ведома она ничего не сделает. Господь может ее от него освободить. Это один из самых... Раз он пьет, он не жилец. А то, что матерится, он при ребенке, а ребенок больной на него никак не влияет. Она не венчанная с ним, конечно. Нет, нет. Священники говорят правильно, разводиться не надо. Но мы можем немножко подкорректировать. Допустим, если бы она меня спросила, ну это вы спрашиваете, она не мать. А она спрашивает через меня. Ну, я вам отвечаю. Вот если бы они были здесь, я на лето пригласил бы вас сюда. Лучшего... Язык не высовывать изо рта. Лучшего лекарства не найти. Ребенок был бы здесь, утром на молитве, до шести раз в день купаются, а там воздух, молоко из-под коровы тут, все свежее, мед с пасеки сразу, только покупать все это надо будет. Ну, это все такое-то, вполне достаточно. А она, чтобы у него отпросилась и приехала, я бы ее принял ради тебя. Игнатий Тихонович, я ради этого приехала к вам, потому что она меня спрашивает, если бы нас с таким ребенком, вот никто, он никому не нужен. Я бы дам им отдельный дом. Вот она для этого меня... Отдельный. То есть она не... Он не мочится под себя, или все памперсы. Памперс? Ну, это... Это вот особенность аутизма. Он почему-то боится этих горшков и унитазов. Мы не знаем, почему. Ну, это мало что боится. Надо научить было. Ну, вот... Есть один фильм какой-то, это он, кажется, на английском языке показывает. Девочка родилась, она слепая и глухонемая. Сотворившее чудо. Сотворившее. А он не мочится, Игнатий Тихонович. Нет, нет, вы поняли как? Они никто не могут еще сделать с ней. А одна нашлась такая, она как раз по этому профилю была. И она только может на ладони писать что-то, говорить, приучать. Вот эта буква такая. За рот взять, за язык там показать ей. А девчонка капризная и злая. Злая просто... Не так она все крушит вокруг, а уже большая. Ходит нормально, ходит все... Ну, красивая девочка хорошая. Так вот у вас сложнее это. Вот если будете здесь, я могу все это делать. Принять одно условие. Пока. Пока одно. Ни одной таблетки с тобой не брать. Да, 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 да. Ребенка надо выводить из этой зависимости. У меня приезжали такие дети, разные были. 45 лет, а теперь 48. Я насмотрелся на все. Если это условие не соблюдаете, я сразу... А приехали без разрешения. Я их сразу разворачиваю и домой. Одни приехали и домой. Ну, а как такую далее? Вы меня спрашивали, почему мне вопрос задаете? Я бы вам не разрешил. Ну, у нас куча таблеток. Туалет большой, можете бросить. Если сбросите, помолимся, я приму. И дальше уже будет работа с ним. Одна девочка приехала, у нее позвоночник. Подозрение, рак. Она как вот этот фипитер, как вот этот экран. Я разговаривать не с кем. Но уже прошло неполные две недели. Девочка у меня заразовела, а потом в футбол играла. Я не врач совершенно. Вот приехали, говорят. Ну, дочка такая, надо ей внимание такое. Вот она почками болеет. Почки. Да я вылечу ее и все. Как вылечите? А вам зачем знать как? Она чтобы здоровая была, все. Я с первого дня назначаю. Завтраку 8. А она в 7. У меня уже на кухне. Ей березовки полную кружку. И полную ложку меда. Меду. И все. Неделя одна прошла, она забыла про болезни. Это же лекарство от Бога. Да, и все это бесплатно. И та мать, которая оставила, та же. А другой приехали, ребенок. Знаете, у нас в деда такой. Он такой нервный. И с него пена идет. Ему можно как-то польготнее было. Я говорю, ребенок-то большой, 8-й год. И такого возраста девочки. Ему понравится, чтобы на него смотрели девчонки, что он больной. Да нет. Но зачем вы делаете? Никто не слышал этого разговора. Он на общих условиях будет. Тоже не прошло полторы недели. А когда проехали, проехали, дед там, баба. Как? Паша-то наш. Ничего нету. А как насчет пен? Никаких пен нету. Он у меня на вышку лазит везде. Но я берегу его лишнее. Не разрешаю где. А остальное все делает как надо. Все. И ни одного припадка не было, ничего. А почему? Молитва, слово Божие. Лагерь, батюшка приходит, освещает. Вся деревня собирается. Вот и все. Надо жить просто. Где, говорит, просто, там ангелом состы. Игнатий Тихомич, вот еще вопрос. Вот я все время мы с дочкой, вот когда разговариваем по телефону, я говорю, Наташа, вот все, что ты говоришь, у меня сердце болит, я все понимаю. Но самое главное, и номер один, это молитва. Ну и она вот молитва, а нашу молитву, ну как бы вот мы же вот заповеди-то не выполняем. Ну, священное писание плохо знаем. Язык все время высовываешь, как ящерица или змея. Сколько раз тебе говорил, что третий раз подряд. Ты вот так как говоришь, а то вот, ну знаешь, югуана там разные, которые большие такие, они все идут и языком температуры мерить. Тебе зачем его высовывать? А что это значит? Держи за зубами зубы, язык, не высовывай. Если обтереть нужно, возьми мокрую тряпочку, оботрей, даже к губам старайся не прикасаться. В этом что-то. Я тебе сделал замещание подряд три, а ты над собой не работаешь. Я согласна, я согласна. У меня брат, мой брат, устроился на работу, идет, идет вот так вот головой, раз. Я говорю, что ты, волос вроде на глаза у тебя короткое, давай обстерегу, обстерег. И вот опять, так давай договоримся, я тебе уже какой раз сказал, нет. Как только ты вот так головой тряхнешь, я тебе кулаком по спине. Ну, ему там лет 17 где-то. Ну, я его, как только он опять, только тряхнул, а идем по дороге домой с работы. Я его, как по спине, что? Я говорю, ты сейчас, нет, я не делал этого. Не делал. Он привык вот так, ну как щелку забрасывать. И вот я ему опять. И третий раз я, как только он сделал так, я от меня сразу, я заметил. То есть это скрыто. И дальше все, исчезло. Учить надо, русского мужика драть надо, как Федор Кармазов говорил. А у меня и дочка так делает, и отец мой так делал. Ну, это я одного, лежит один в больнице, ну надо же спать людям-то. А он лежит, а-а-а-а, а там, ну болезнь-то совсем никакая. Стонет, я говорю, что ж ты стонешь-то, я на операции был. А у меня и отец такой. Да при чем тут отец? А другой тут был, у нас даже приходил вот блудливый. Я говорю, ну ты-то дома, Витя, что ты делаешь-то? А у меня и дядька такой. Он, понимаете, ну даже сказать нечего. Отец пил, отец пьет, и я буду пить. Я это где-то читала. Так, договорились. Никакого пить я не буду, чтобы она у него отпросилась. Да. Чтобы в песенном виде он дал ей разрешение. Я, если не знаете, я продиктую ему, что добровольно отпускает. И пусть он, что как надо, сделает так, чтобы грудь никогда не была видна. Вот так вот, смотри, как у меня рубашка. Чтобы ни грамма нигде выгодил. Вот так вот всегда. Но это ничего не даст. Переделать. Пуговку пришли я там вверху. Сегодня, не завтра. Ты поняла? Так, еще вопрос какие? Еще вопрос. А ребенка как звать? Владимир. Вчера зашел Владимир, сегодня. Я его назвала. Даже президента Владимир Владимирович. Даже и отец Владимира, вот как нарочно. Фантазии никакой нет. Нету, нету, нету. Надо называть по календарю. Да вот. Вот смотри. По грехам, по грехам все это. У меня мама Мария Егоровна, а дедушка Егор Илларионович. Михаил Илларионович Кутузов был. У матери три брата было. Макари, Филарет, Эммануил. Ты же ни дома в школе не найдешь. У меня старший брат Самуил, я Игнатий. Священник брат Йоаким. Вот до рождения моего внука бы это все знало, так все было бы по-другому. А кто виноват-то? Храмы были открыты. Почему ты не знала? Кто виноват? Зато он говорит, если в этой местности хотя бы один человек был, заботящийся о Боге, приходил, то он на суде можем всех осудить. Я мог и вы могли. Вы знаете, Игнатий Тихонович, я вот вам скажу, дерзность такую возьму. Вот вы, вы не познали, не познали ни одного греха. Да знал грехи, но не такие. Ну так я имею в виду, был. Господь хранил по материнам молитвам. Вот. Она наказала. А я на матах выращенная, на матах. На таких смачных матах. Да еще папа маму бил на моих глазах. И никто меня даже по голове не погладил. Вот какая я выросла. Ну понимаешь, вот у меня отец, Тихон Дмитриевич. Ну. Он не пил. Но когда кончит пасти осенью, тогда во всей деревне гулянки. У одного гуляют, в другом компаниями ходили. И он пил. И тогда уже в выражениях он не знал. И открыто мог, и упасть где-то, и заматериться. И он враждовал мой отец с родным братом Степаном Дмитриевичем. А отец Тихон Дмитриевич. А Степан-то Дмитриевич к Богу открывал дорогу. И отец с ним, я значит не ходи к нему. Я, уснут все, я хоть за дами, в огородами пройду к дяде. Посчитай, что написано. Жажда была. И отсюда Господь привел к церкви. Не надо смотреть на родителей, как у тебя внутренне сердце должно быть порыв. Игнатий Тихонович. Ты сейчас отговорил, а уже успел опять язык высунуть. Да что же это такое. Как змея какая. Господи, помилуй меня грешную. Ну давай. Ну вот, вот такая вот. Вот моя мама, моя мама, ей 87 лет, она живая. Она живая. Вот она меня бьет, проклинает, материт. Заповедь, почитая родителей. То есть я у нее все ворую. И я думаю, вот что это же промысел Господень. Вот с моей душой как бы вот это вот идет. А вот как мне себя вести? Как христианке. Благодари ее, поцелуй, обними и скажи, мама, ты меня родила. Поэтому я должна тебе заботиться. А что ругаешься? Не надо это. Мне благословение нужно, а не проклятие. Понимаете? Опять язык. Что ты делаешь-то? Не знаю. Какая тебе нужда меня дражнет-то? Не знаю. Ну люди обычно язык показывают и дразнят языком. Смотри, а то я тебя за язык уцеплю и буду держать здесь. А посверху еще приткну его булавкой. Приткните. Это не игрушка тебе это. Ну я понимаю, это духовно. С матерью то так. Ласка, внимание, другого тебе не дано. Это мать. И все. Остальное забудь, что она там говорит, проклинает. Незаслуженное проклятие не сбудется написано. Как спорхнет и улетит. Что она не так говорит, не тебе ее судить. Она не говорит, а говорить о Боге. Можешь, посчитать там. Ну и все остальное. А когда летом, если вы уедете, как тут она будет одна? А, понимаете, она, ну вот меня часто не пускают в квартиру. А я-то беспокоюся. И я наняла верующую женщину. А пятидесятница, она ей продукт, ну социальное вот это вот. Сейчас вот пальцы буду показывать. Сколько раз язык высунул. Уже успела высунуть один раз. Я буду пальцы ему показывать. Говорить больше не буду. Понимаешь, о чем я буду показывать? Ты догадывайся, иначе я тебя ухвачу. Вот, у нее есть хожалка, которая... Погромче. У нее есть хожалка, которая хоть продукты носит, она ее любит. У них согласие полностью, согласие вот с этой вот женщиной. И потом сестра в Новосибирске, старшая, живет. Она к ней приезжает. Она не брошенная. Она в квартире живет, вода есть. Ну, в общем, она не брошенная, не грязная, ничего. Она еще и варит сама, она у нас такая еще... У вас одна дочь? У меня одна. Одна дочь, да? Ну, все, значит, обдумайте прошлое. Приносить покаяние. И дистанцию начинаете с того, что есть. Разрушена, босиком, ноги повреждены, исколоты. Но отсюда иди. Что можно, Господь даст. Вот бывает человек... Вот я хочу знать Писание, как вы, мне говорит. Я говорю, биография твоя не позволяет. Ты же женщин знал? Знал. А женщина, главное, что память выщищает. У него нет ничего. Ты блудник. Навсегда, навеки блудник. Покаявшийся блудник. Так тебе и будет говориться. И поэтому... Сохрани то, что сейчас есть. Не хуже. На этом. Господь может что-то вернуть. Но быть тем, кем ты мог быть, если бы ты не блудник был, ты уже не можешь. У тебя нет. У тебя там... Там у тебя вырезано. Там у тебя прорвы, дыры в мозгах. Поэтому мы должны на это сходить. Конечно, играет наследственность какую-то роль. Там отец пьяница или как-то. Может быть. Но если ты понимаешь, что это от Бога, и Господь это знал, ты мог не заразиться даже от венерических родителей. Родиться нормальным. Аутизм. Какой? А что он видел? Может быть, он пьяно видит защиты. Да ладно, еще живой остался. Но исходим из того, что есть. Нормальным он не будет. А может, и пенсии не дадут. Вот главное сейчас затормозить в этом состоянии. Он будет с ребятишками играть. У нас там кошки-собаки. Купаться. Представь себе, там с собачкой рядом быть. На лодке катаются. Это надо увидеть. В храм какой у нас порядок, какая тишина. Ребенок все это будет видеть. И дочки. Вот мой короткий тебе ответ. Познакомишь с ней. И дальше, если она попросится, я не приглашаю. Я только разрешаю. А приедете уже вы не просто в деревню, а ко мне. А в деревню, тогда я уже вас веду. Батюшки и все остальное. От имени деревни я не имею права отодеть. Хотя я почетный член деревни. Да? Мы эту субординацию строго соблюдаем. Батюшка, не снимайте в храме. Батюшка, ты можешь говорить. А дальше ты в твоем доме. А дальше я высылал за двор, ты меня уже не учи. Архиерей, когда меня грозился отлучить, за то, что вышел материал на русском языке и против войны я. Ну, он сказал, батюшку запрещу, а меня отлучит. Я говорю, сразу выйду в коридор, буду стоять. Я починюсь. Но в университете, где я вел занятия, радиопрограмму, школах, милиции, я вел занятия везде. Тут вы никакой власти на доме не имеете. Так что мы зараним, понимаете. Тихо. Нет ни слова. Хулиган звонит. Хулиган. Бомбят меня. И тогда за ночь 50 звонков. Все, теперь будет звонить. Ничего не сделал, молиться, коснись его сердца, Господи, найди, обрати. Так, еще какие вопросы? Вот мне было 14 лет. Мой отец коммунист. Мой отец коммунист. Работает в шахте. И он маму бил. И мама всегда, как он уходит в шахту, она говорит, чтоб тебе там матом с таким смачным ударила вот сюда, и чтоб мозги вылетели. И однажды это случилось. Точно так, как она говорила. То что? И однажды это случилось. Ударила. Короче говоря, то я плохо слышу. Ну, ну. То есть он смертельно был травмирован. Он полгода прожил. Я сейчас говорю о покаянии. Либо я выдумываю, либо это на самом деле. Вот мне скажите. Не знаю. Как я могу знать, но... Я вам рассказываю смерть отца моего. Ну, я понял. С словами матери вам хочется увязать как-то. Ну, да. Ну, я вам ответил. Не знаю. Мне не дано это знать. Тем более, я никого не видел. И зачем я буду гадать? Может быть, неосторожно был. Технику безопасности не соблюдал. А она говорила. А может быть, не говорила. Не знаю. Игнатий Тихонович, я лично слышала. Я лично. Я никто... Не имеет значения. Все. Его нет отца. Все понятно. Отца нет. 38 лет ему было. И вот, когда он умирал, в кому впадал, он попросил прощения. Мою маму Татьяну зовут. Танечка, прости, и собаки, собачья смерть, и собаки, собачья смерть, и все. Ничего не говорите. Говорить о нем не будем больше. Не будем, да. Эти люди никакого отношения к нам не имеют, и тем более ко мне. Просто я с мамой, когда разговариваю... Все. Не надо даже это мне знать. Нет. Чтобы мне ей не говорить об этом. Никогда не говори, не возвращайся к этой теме. Закрывай. Тема закрытая. Его нету. Я ее призываю к покаянию. Я ее призываю, чтобы она покаялась. Она знает. Ты говорила уже ей. Больше не трожь. Все понятно. Понятно. Ты ее не делаешь более расположенной. Мне говорится, не дави на больную мозоль. Все, все, поняла, поняла. Ты больше молись. И она больше будет видеть в тебе перемены. И тогда это поврещет ее уже к этому. Ну, сказал, после первого, второго выразумления отвращайся. Поняла. И неверующий там, и ретик, он в будущем самоосужден. Вот и все. Писание говорит об этом. Еще вопросы. Ну, так вот все. Ну, вот давай сейчас мы посмотрим. Посмотри, минуточку. Сейчас. Господи, помилуй. Так. Сейчас я пройду дальше. С тебя смотри, где увидишь. Нет. Так, подожди-ка. Так. Еще. Вот она, стоишь ты. Посмотри. Вот она где. Я выхожу. Так. Сегодня у нас 3691. Я вышел. Утро. Смотри. 20 минут. Так. Подморозило с утра. А дня вчера оттаяло. Все с крыши падало. Володя сзади идет, снимается и не ловит. А трубу свою внула. Он на свою трубу навел. Влезди. Кому там ставят. Он пришел и сказал. Сейчас вот это. Сколько вот снега в этом году. По самому крыше. Нет. Высшая. Сколько выше-то. Прям под крышей снега. Так. Я выхожу на улицу. Вот она стоит поклонилась. Кто такая? Откуда? Я из Осинников. А? Из Осинников. А кого ты знаешь? А? Я там знаю Нину Ивановну. Так. Так. Какая фамилия? Фамилия как она? Ой, фамилия я ее не знаю. Нина Ивановна, она, ну, живет. Вот она недалеко от меня. Она в храм ходит. Поточку вы теряйте надо. Я в храме работаю. Вот и Свято-Троицкий храм. Так. И я искала ваши книги. Так. А книги ваши сожгли. Как так? Вот так вот. А кто сделал это? Максим. А кто это? А это этот самый священник. Ну, священники, да. Это люди прописанные в аду давным-давно уже. Может быть. Вы знаете, это самое я в храме работаю. Ну, понятно. И вот я к вам приехала по этому вопросу. Я к вам слышала, что это крысы. Люди смотрят. Увидишь сама себя. Повторяю. Три тысячи шестьсот девяносто один. А еще сутки не прошли. И люди научаются. Теперь радуются. Смотри, тут какие отзывы-то идут. Сколько? Комментарии. Какое хорошее видео. Полезно, Ольга Александровна. Жаль, что у Надежды Васильевны нет съемки. Чтобы там-то в комнате снимали тебя. Второе. Роман, если вам кажется, креститесь. Ему кто-то. Лень этот. Я копчуха отвечает. Еще один. Игнатий Тихонович. И рад, что вы живы и здоровы. Всех вам благ. А тут пишет какой-то Роман Админ. Кажется, обманывает она. А что за обман? Больше ничего нету. Он сказал и ушел. Ну, в чем обман? Видишь как. А сколько положительных? Положительных 113. А которым не понравилось, называется дизлайк, 22. А что не понравилось? Приехала, приняли. А есть люди, которые на это им деньги платят, чтобы он везде это ставил. Деньги получает хорошие. Вот на мне сколько задействовано. Вот мы обедаем. Ну, больше ничего нету. Как заголовок. Как хорошо жить в деревне. Больше миллионов уже просмотров. Больше миллионов. Вот один ролик-то. И они каждый день начинают. А, вы идите, только сидите и жрете, когда не приду. Когда сидите и все жрете. Но это застывшая фотография. Нет. Тут голодные, а только живете на халяву. Дармоеды. Опять материсты начинают. Ну, я вот только щелкну, его выбросил. И все. И каждый день он снова должен где-то там это, с другой позиции образовать. А теперь деньги заплатили. Поехал в Таиланг, как лучшая гостиница. А я ему помог. Раз. Ну, представь себе. За последнее время. Ну, последние года два с половиной. Пример. Около 15 тысяч человек на меня нападали. Я их всех отправил туда. Которые приходят, гадят. Ну, у меня право такое есть. Вот, допустим. Вот такой-то вот здесь вот выходит. А вот точки. Вот я нажимаю на них. И тут написано. Что? Закрепить. Ударить. Пожаловаться. Заблокировать. Ну, я обычно раз ткнул-то их вот сюда. Только ткнул. Все, он больше писать не сможет. Ну, он пишет. То есть, он заново регистрирует в себе каналы. Копейки не стоят. А почему я не могу увидеть ваш фильм «Глаз вопиющего пустыни»? Там... Ну-ка, давай, посмотрим. Там, знаете, мне что говорят? Все, осторожно, давай. Мне говорят, что автор не разрешает. Какой автор? Вот так мне говорят, я никак не могу рассмотреть. О, я не знаю. Вот смотри. Звук аудио. Вот наш «Восвяти Библии» православный библейский сайт. Звук и видео. Я нажимаю. Так, смотри. «Потеряевка». Интервью с Лапкиным. Занятие по изучению Библии. Фильм «Глаз вопиющего» или «Второе крещение Руси». Вот оно. Да, да, да. Дальше. Второй фильм. Малашина Юрия Николаевича. Крещение Руси. А, так, второе крещение Руси. Государственный фильм Красноярской киностудии. Нет, я именно про «Глаз». В России. «Золотовство с Потеряевки». Первое место в России. Фильм «Пречувствие». Первое место на международном киноконкурсе. Я эти фильмы все видела. По нескольку раз. Ну, вот так. А вот «Глаз вопиющего» или «Второе крещение» говорят, что автор не... Ну, вот он. Я обещаю. Я обещаю. Смотри. Вот, видишь. Примеры фильма. В те дни приходит Ян Креститель и проповедует в пустыне иудейской и говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное, ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему, глаз вопиющего в пустыне». Как будто и нет никакого человека, а остался один голос. Этот голос призывал, чтобы униженные, оскорбленные, задавленные рабством греха и унижением от себя... Сколько людей приезжало? Да зараз, сколько с поезда слезло. Вот еще мне сейчас показал маленько, фильм обо мне, и это знаю все, еще могут скинуть, что, дескать, вы берете чужое. А что чужое-то? Тут еще такого нету. Ну, то есть, придираются. Вот босиком, весь такой порядок был, все разулись. Не заметил, может быть, или нет. Да-да-да. Даже разуваться все идти, правила такие. Вот приезжали люди, один раз сразу 26 человек крещения приняли. Батюшки еще в то время не было, священники были, других мест приезжали. Вот так. Ну вот, я это показал, фильм есть. На нашем сайте, на сайт на нас. Я на сайте, вот так вот, сайт был, я там взяла, увеличили стекло и втыкнула. Сайт мой. И тут заходи, оно у меня есть. А ты же всем открыто? Я не умею. Ну, не умеешь, я не могу научить. Ну, оно стоит для всех. Вот, я вот это вот, и вот так вот тыкнула, они говорят, автор не разрешается. Вот звук и видео рядом. Это фотографии, это мои стихи, это книги. Я знаю, я все это смотрю. Вот отвечаю на вопросы, 4124 вопросов. А на ютубе нету его? А? На ютубе нету этого фильма? В ютубе не знаю. Может быть и есть. А у меня он еще стоит здесь, малашин. Не могла я посмотреть. Ну, все, вопросов нету, до свидания. Все, до свидания. Так, Надежда, когда домой едешь? Я сейчас еду, как оно называется, ну, в этот монастырь поеду. У меня там ключи от квартиры остались, сумка. В монастыре? Да, я все же бросила и пошла. А кому ты их доверила там? Ну, так вот оставила и ушла. Они же мне сказали, мы с ней в одной комнате не можем, даже одним воздухом дышать. Мы от нее заразимся, еретичка. А я утром встала, ни свет, ни заря тряпки. А так где? Здесь у нас в Барнауле тебя уже еретичка обозрали? Да, да. А я взяла вот так вот тряпки утром, рано-рано, они все спят. Я вынесла в коридор, оделась и ушла. И к вам вот пришла. И не сказала, что ты им оставила сумку-то? Ну, я оставила сумку, сейчас тут надо ехать за ней. Если не видал такого. Ну, вот так вот получилось. Я думала, съезжу, я так вот мечтала, вы меня не примете, я назад поеду. Потом еще раз приеду, вот так вот думал, мотаться буду. Ну, видите, о том, что приму-не приму, вот тут получилось, что принял. Теперь, а то, что ты будешь ночевать здесь, это у нас редкость. Дальше, и то, что я приму, буду тратить время, и ты будешь слушать, у тебя все пошло не как тебе говорили. Так что, видишь, это слова, слова. А у нас это не то, что ты, я тебя выдвигал бы. Игнатий Тихонович, вот я когда приехала и спрашивала, как мне доехать, я же первый раз здесь, ничего не знаю. Ну, расскажи, вот ты приехала на поезде. Мы приехали на поезде. Дальше. Мне сказали, что мы едем в монастырь, в Барнауле, вдвоем мы едем, вдвоем. Ну, вот приехали, сели в маршрутку, едем, едем, у меня глаза. Я говорю, какой же это Барнаул? Куда-то мы едем и едем, едем, я перепугалась. У меня-то мечты-то были к вам, ну, как бы обман это был, что ли, вот такой вот, что я вроде в монастырь еду. Ну, адреса наш был у вас? Ну, да, не было, не было. А как узнала? А вот в этой комнате, когда мы приехали в эту комнату, я говорю, девочки, вот вы с Барнаула скажите, говорю, как вот мне доехать до Барнаула? Они, а зачем, тебе начали спрашивать. Я говорю, да мне вот надо вот храм такой-то, вот ваш вот, который мы молились-то вчера. Пристав здесь же. Они начали это искать по интернету, такого храма нету. Я говорю, ну как же нету? Не может быть такого. Слушай, а прикидывай, ты уже четыре раза здесь дернул. А, ой, господи, боже. Это бесполезно это дело. Он у тебя, я гляжу, рот раскрывается, и ты его все время неправильно. Он это займись. Только сейчас говорю, ты опять язык сунула. А что ж такое это? Я не знаю, я это и сама исследую, я не знаю. Но я знаю, что это связано с языком. С языком и злым характером. Я могу сказать, я не могу сказать, какое, но именно в этом. Ты рот заклеи скотчем себе, говорится. Да я уже сколько раз говорю, меня на цепь надо сажать. Я же вот записывала каждый день, когда я работала и вот живу. Во столько-то я встала, только я как прочитала за два часа, да меня на цепь уже садить надо. Так, дальше что? Вот. Вы приехали. Сказала, опять высунула язык. Так, где-то, это какой монастырь-то? На Кислухе Иванократштадт. Сколько отсюда? Ой, наверное, минут сорок ехать. Это деньги надо платить было? Конечно, конечно. Еще ты там взяла в этом монастыре? Ну, ничего не взяла, я к вам-то приехала. А я когда начала говорить, кто тебе нужен? Я говорю, знаете, девочки, мне нужен этот храм, а вообще мне нужен, я приехала сюда, к святому человеку, я так сказала. Они, ну надо, как начали кривляться. А так-то монахини? Нет, это паломницы. А я говорю, ответственно заявляю. Тот, кто выполняет заповеди, это святой человек, это так написано в священной книге, я говорю. Вы, говорю, просто этого не знаете. Я ничего такого не сказала сверхъестественно. Ну и все. Я потом, они говорят, а как его имя? Я говорю, его Лапкин, Игнатий Тихонович. И вот они, о, так это и пошло. С ней в одной комнате нельзя находиться. И одна прям рядом, которая лежит, взяла и ушла вместе с матрасом. В другую, там, где ныросся. Налила ты шорохуем там. Вот, и я вот тогда ночь-то перебыла, всю ночь не спала, взяла вот эти тряпки, темнотища. Я туда в коридор вышла, оделась там, спустилась и уехала. Вот так вот было. Ну, кому сумку-то поручила? Никому так оставила. Да хоть я там десятки раз ее переворошу, это еще не... Да, ну, нет. Кого нет, опять? Кого нет-то, когда скажут, а то еще сумка-то, была женщина, а еще у нее там, может быть, взрывное устройство. Ну, я позвонила по телефону, я позвонила, что я приехала. Ну, могла ты кому-то поручить, там отдать. Ну, вот так вот получилось. Ну, вот тебя лечить надо сначала. Ну, конечно, я ничего не говорю, я больная. Ну, ладно. Я говорю, я безобразная, нагрее приехала, я больная, вся из сердца. Так, ну и дальше ты приехала дохода. Ну, я приехала до Спартака, вышла, мне сказали на трамвае ехать. Я побоялась, потому что что-то и туда едут, не знаю, куда ехать. Со Спартака и на... Со Спартака. Я пошла пешком. Я подошла к женщине там ко дну, я говорю, женщина, знаете, говорю, мне надо, говорю, такую-то вот улицу, вот как мне туда пройти? И реально мне пешком дойти? Да. Она говорит, реально. Она мне показала, я пошла потихоньку пошла. А я же видики ваши смотрела, я примерно знала, на какой стороне дом ваш, и как он выглядит. И давай смотреть, смотреть. Сначала смотрела вот храм, думаю, увижу я храм или нет. Но я не увидела. А потом гляжу, Владимира увидела. Я в дырочку посмотрела, Владимир, я же его знаю. И я ей говорю, Владимир, он подошел, что вам нужно? Какой эпос рождается на Алтае? Ты вот сказала, одна первая. Теперь они скажут, что ко мне едут вагонами, автобусами, пароходами, плывут отовсюду люди. Иначе неинтересно будет, я знаю, они будут сейчас там упражняться в этом. И будут нас поминать. Поминать будут, а Господь сделает это все в помощь, в молитву. Я знать не знаю, только могу сказать, благослови их, Господи. Они, конечно, возвысили. И кто я такой? Еще я знать не знаю, сижу здесь. Какие чудо, я говорю. Ну вот чудо-то, святость и чудо, это совсем разные вещи, понимаете? Человек за слово Христова сидел в тюрьме. Это закон духовный. Ой, да что ты вот такое мне? Я говорю, ну я читала об этом. Это знаете, что здесь? Сейчас у нас митрополит здесь, алтайский. Барнаульский, Сергий Иванников-то. И кто-то что-то сказал. Он говорит, кто сидел за слово Божие? У меня никого ни одного нету. А он с мной очень близкие отношения. Ну вот представь, митрополит. Ну а я-то козявка. А он по Теряевке служит, когда я чтец, я могу в алтарь заходить. Я в алтарь захожу и все фотографирую, снимаю. И он после уже ко Кресту подходим, а я причастился от него. Он говорит, скажите проповедь. То есть он слышал. А когда за столом сидят у батюшки, я первый поем, стаду выйду, напротив него встану, он в углу сидит. А там уже посвященник его, смотри, стоит на меня. Я говорю, владыка, благословите. Он сразу заулбается, Бог благословит. И тогда я говорю им слово. А они за столом едят. Вот, скажем, отношение-то какое. Это архиерей, который знает, который имеет, который что-то считал, беседовал, неоднократно приезжал по Теряевку, служил здесь. Вот здесь вот стоял у этого стола. А вы можете показать, что к вам архиерей приходил и с вами обедал и прочее? Нет. У нас был архиерей. Он всегда с нами пил, ел и спал. Епископ Ифтихий Курочкин никаких взяток никогда не требовал в конвертах и прочее. Игнатий Тихонович, а почему вот некоторые, ну как вот вам сказать, вот, например, вот если бы мне, вот я так вот представила себе, вообразила, думаю, вот если бы я среди паломниц была и вот такая вот сказала к святому, мне кажется, я бы интересовалась, я бы спросила, а почему так люди сразу штыки, хулить, ругать? Во-первых, она уже знает, она сказала, и то, что мы делаем, это все их обличает. Что они такие, мы, ну не можем сказать, что они родились от слова Божия, они не любят слова Божия. Вот у нас вот Марина Игорева, который вчера считал, она потом пришла, сзади стояла, жена его, и она работала в одном магазине с девушками там или молодыми женщинами, которые по Кровский собор ходят. А они только считать на церковном славянском. И когда она знала, что она со мной, они стали, Марина-то здесь у нас, у нас секретарь нашей общины, а они ее начали всячески зазирать, уволились с работы все даже. И вот нас туда они зовут. Все переполнено этой ненустью. Сейчас они священников извергают из сана, что интересно. Вот видите, вот видите, пострадавшие священники где? Ну, ни один, ни два. И сказать, а как я реагирую? Знаете что? Я вот смотрю, я с архиереями-то разговариваю, не так, чтобы я перед ними там где-то, но я вижу, у них основание есть, вы дали основание ему это сделать. Вы понимаете? Меня брать легче всего. Во-первых, я сказал, сказал, а я не говорил там, но я не могу так сказать, но у меня книги, 38 томов книг на столе лежат, это каждая разная книга. Все по одной, только лежат где-то. Это не все. Дальше еще 7 томов, которые не опубликованы. Это не все. Самый большой у меня канал. 21 тысяча роликов. Меня голыми руками можно брать-то, но они не берут. Мои книги на исследование прошли там и у Дворкина, и университете, и сейчас в Киево-Пещерской лавре, в центре православия. И ни одного слова нету. Могли бы вызвать на суд. Я сказать, вы не положительно отозвались о том-то, о том-то, нигде. Тем более, я говорю о монашестве, говорю о мощах. Не отрицая этого, а говоря, что не тем путем это идет. Монах один, значит, не сидеть, иди и проповедуй. Не сидеть. Сидеть нет этого. Прекрасные ноги, а вы болеете ногами, а у вас ноги не прекрасные. Почему? Потому что вы сидите на месте, жила лопаются. Надо идти проповедовать на горы Сионские. Поэтому они-то видят это все. Один. Кого? Лапкин там, то другое. Они демоном поклоняются. А мы сидим, беседуем у архиерея. Тогда был Максим Дмитриев-то. Я говорю, какое с вами объединение? Батюшка, отец Аким говорит, когда вы называете мы демоном. Слушай, он сразу. Да вы что? А кто это? А священник, секретарь сидит. Да это отец Георгий, там, где-то в горном Алтайе. Говорит, убрать. Я пришел домой и сунулся, ничего уже нету, чистенько. А архиерей-то поехал когда туда, а тогда был Алексей Второй. И патриарх Алексей Второй его спрашивает, а какие у вас отношения с Лапкиным? Делай. Я говорю, так и спросил. Да, так и спросил. Ну вот, ну, ну, ну. А когда нашего епископа-то спросил этих, он говорит, если бы местный архиерей-то поступал правильно, давно бы все было по-другому. И он сразу к нам, я готов к вам поехать, на вертолете полететь. Батюшка говорит, у нас посадки нет, где вертолет сажать. И все равно он весной приехал. Со свитой своей побыл. И мы расстались. А все время против нас травил. А патриарх помог. Видите, как. А сейчас этот, который здесь, здесь еще не надо. На меня в Москве затребовали биографию мою, там, отношения, там, я реки, кто другой этот. И он дал такую характеристику, ты никогда не поверишь. Вот я просто, допустим, вот смотрите. Вот снимаю, здесь убираю. И теперь дальше гляди. Вот у меня здесь есть документы. И что здесь есть? Вот документы. Так. Возвращение характеристики. Дают это мне характеристики. Визитки. Так. Слово Божие, нет. Сергий. Митрополит. Народная линия. Русско-православная церковь. Алтайская митрополия. Московский патриархат. Все это с печатью на бланке. Мы с бланка взяли. Ядринцева. Тут главному редактору русской народной линии Степанову. Анатолий Дмитриевич. Анатолий Дмитриевич. В ответ на ваше письмо о деятельности Игнатия Тихоновича Лапкина сообщаем следующее. Двоеточие. Игнатий Тихонович Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении с православной церковью через Барнаульскую епархию, как обычный мирянин. Он ревностный православный христианин, проповедник и исповедник. Исповедник, который страдал за Христа. Догматических и канонических нарушений у него не обнаружено. Под церковным судом не состоит. Как обыкновенный гражданин, он имеет право на организацию лагеря и иную законную общественную деятельность. А эту сторону деятельности регулирует совесть и соответствующие органы государственной власти. Игнатий Тихонович Лапкин человек твердых убеждений, пожилой, что требует уважительного отношения к нему. С уважением, митрополит Сергий Алтайской Барнаульской епархии. Понимаешь, это вообще, ну мы-то под ним не состоим, а не Московской патриархии. Так. А вот смотри, теперь показываю, вот оно как выглядит. Вот. Видишь? Вот он документ, с его подписью, с печатью. Вот он. Ну я умею, там будет уменьшаться, внизу Сергий, видишь как? А теперь вот. Я все это вижу. И один тут миссионер, и говорит, ну мы-то как ему чуждые. Какой митрополит-то? За чужих заступается, а вы своих гробите, убиваете. Он как увидит меня, вот так вот руки раскинет, и это улыбается, и вдруг не выпускает. А эти, это он лицемерит. Вы с ума сошли совсем. Понимаете? И на него сразу, я говорю, нас как бы, он говорит, стучат, показывают руки, все время стучат, трогаем, чтобы разлучить. Я говорю, заводчик, чтобы меня разлучили. Да нет. Мы благодарны Богу, считаем по молитвам, Бог ответил. У меня такое впечатление, что это один из самых лучших архиереев патриархии. Если не самый лучший. Я не знаю, но было, которое было и есть, разница нестоизмеримая. Игнатий Тихонович, а вот где моя дочь живет, в Краснодарском крае, у них есть в городе храм РПЦЗ. Это такое может быть? Может быть, но только может быть не вместе. Оно разбилось на 13 частей РПЦЗ, которые остались. Может быть, да. Она говорит, мама, если я говорю, ну сходи туда, посмотри. Ну, такие же они, они ничем не отличаются от патриархии. Мы отдельно, потому что это, мне Бог открыл, это не где-то у сектантов, любовь в Библии-то. А я поэтому все перевел на православные рельсы, и дальше вот и все. И поэтому люди у нас, которые любят Слово Божие, благодарим Бога. Давай помолимся. Так. Благословен Господь. Три поклона. Покажи, как кланяешься. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Эту руку вот сюда доводи, и дальше в плечах, где соединение, чтобы ровная полоса была. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе за сей день, за посещение нас с сестрой, и сохрани ее в мире, и дела ее устрой по воле Твоей святой. И болящего отрока Владимира, младенца. Коснись Твоей благодатной рукой, Господи, даруй здравия. И мужа вразуми, и Людмилу благослови. И вчерашнюю просьбу Чингиза, человека другой религии. Но он к нам обратился, чтобы помолиться о его брате, который тяжко болен. Как угодно Тебе, Господи, исполни волю Твою через это чувство. Обрати его в веру Христову православную. Тебе, Боже, слава за всю, отец и на Святой Дух. Аминь. Аминь. Бурят вчера мне написал, позашел тут и поговорили с ним. Все, одевайся. Надежде Васильевне. Обедай. Поехали. Подожди. Ты в этих ногах пришла. Так пришла. Вот, вот, сапоги. Ну, на это напрасно стоишь. Ой, я забыла, что у вас порядок. Все. Володя, потом берешь на это. Простите меня, пожалуйста. Вопросы есть? У тебя деньги-то есть с собой ехать? Есть, есть, есть. Все у меня есть. А то, это, скажем, была, нет. Надежда, давайте, подержу. Надежда Васильевна, тебя там все сделаешь, покормишь и возьми что с собой. Я могу дать только картошки и сухарей. Ой, спасибо. Ничего тебе надо. Спаси, Христос. Да. Так, Нине, скажи, чтобы она Михаила нашла. Давно его нету. Скажи, она вам низкий поклон, кстати, приведет, это самое. Низкий поклон. Спасибо, Христос. С Богом. С Богом, с Богом. Я благодарю Богу, что ты пришла. И я благодарю. И все. Запомни, что я говорил, хотя одно дело запомни, язык не высовывай никогда. Никогда. Просто потренируйся одна дома. Что-то считай, из вверх поставь и на себя смотри. И сделай так, чтобы тебе рот было видно. Ну, это же корень какой-то. Надо же его смотреть. Ничего. Я тебе говорю то, что нужно сделать. С малого начни, а дальше Бог да благословит тебя. Я не имею права благословлять, но сзади благословлю. Иди с Богом. Спасибо, Христос. Слава, Христос. Слава, Иисусу. Садимся.